Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем 25 новых оттенков линейки On Color от Ariflame. В помаде 4 грамма, и у нее очень аскетичная упаковка. То, что мне не нравится в этой упаковке, это то, что если у вас будет несколько одинаковых помад, то вам будет достаточно сложно определить, какая из этих помад какого оттенка, потому что по футляру не видно какого оттенка помада. Вы можете либо прочитать номер оттенка здесь, пока он не сотрется, либо вы можете открыть помаду, выкрутить и посмотреть оттенок. Посмотрите, какие красивые оттенки, сейчас мы с вами их протестируем. Колпачок черный, низ красный, не знаю, что символизирует этот футлярчик, но таких явно раньше не было. Футлярчик достаточно пузатый, если мы посмотрим на коллекции предшественники, Very Me, Visions, еще давным-давно был, Colorbox недавно, то они все достаточно тонкие, изящные. А это прям такая внушительная упаковка. И сама помада тоже достаточно пузатенькая. И закрывается она со щелчком, то есть в сумочке она не откроется. Изготовлена помада на заводе в России, и этот завод производит помады Oriflame на весь мир, на все 60 стран, с которыми сотрудничает компания. По информации в каталоге мы можем узнать, что у помады плотное покрытие, кремовая формула, ухаживающий комплекс Крем Комфорт нам не уточняют, какие ингредиенты, и яркие пигменты, и широкая палитра. Ну то, что широкая палитра, мы это уже видим, целых 25 оттенков. А вот на сколько яркие пигменты мы сейчас с вами узнаем. 38742, розовый нюд. 38743, персиковый нюд. 38744, медовый беж. 38745, мягкая корица. 38746, пряное какао. 38747, терпкий бордо. 38748, вишневый шоколад. 38749, сливовое вино. 38750, глубокий красный. 38751, клюквенный красный. 38752, алый мак. 38753, красный коралл. 38754, яркий оранжевый. 38755, спелый абрикос. 38756, пыльный розовый. 38757, холодный розовый. 38758, неоновый розовый. 38759, насыщенный розовый. 38760, розовый пион. 38761, яркая фуксия. 38775, сиреневый клевер. 38776, теплый ореховый. 38777, сахарный виноград. 38778, пыльный лиловый. 38779, пурпурная орхидея. Итак, первый оттенок помады, который мы с вами будем тестировать. 38742, розовый нюд. Bluch нюд, английское название. Он полюбится любительницам смоки, с такими нежно-нежно-розово-кремовыми губами. Знаете, я вот машу помадой сейчас, и прямо ощущаю ее аромат. Она очень приятно пахнет. И я не помню такого аромата в помадах Арифлейм, и вообще в каких-либо помадах. Очень приятная отдушка. Ну, давайте наносить. Шиммера в этом оттенке я не вижу. Давайте посмотрим на губах. Ну, знаете, это вау. Первое нанесение. Очень плотное покрытие. Кремовая текстура. И есть такое ощущение заполнения губ, как от помады Master Creation. Не берусь, конечно, вот так прямо с первого впечатления сравнивать с этой крутой линейкой. Но губы очень наполнены помадой. Все складочки выровнены. Это удивительно. Мне нравится. Помада не сухая. Губам очень комфортно. У меня нет никаких нареканий. Нанеслась идеально без контура. Уж на что я не любитель нюдовых оттенков. Но это очень симпатичный оттенок. Посмотрите, он такой светло-светло-розовый. Такой розовый нюд. Да, она так и называется. Розовый нюд. Следующий оттенок. Персиковый нюд. 38743. По-английски pitch нюд. Перевели дословно. И давайте сравним. Розовый нюд более холодный. Персиковый нюд. Кремовый оттенок. Давайте посмотрим на губах. Меня радуют оттенки. Нюдовые оттенки. Мне очень сложно подобрать себе. Эти потрясающие. Девочки, я беру оба нюда. Потому что мне угодить с нюдами очень сложно. Давным-давно в одной из старых линейок Джордани был персиковый оттенок. И я его искала во всех линейках, не могла найти. Вот это он. Наконец-то Арифлейм сделали для меня идеальный персик. Как вам? Удаляется помада, кстати, очень легко. Тин за собой не оставляет идеальная линейка. Слушайте, неужели такое возможно? Следующий оттенок, который мы с вами будем смотреть, это медовый беж 38744 Milk Honey. Молоко и мед. Как одноименная линейка компании Арифлейм. Давайте сравним с предыдущим оттенком. Предыдущий оттенок более рыжий. Ну, неудивительно, он же персик. А это оттенок медовый, но он тоже чуть более коричневый. Каждая следующая помада чуть более коричневая. Оттенок красивый, но такие оттенки я лично не люблю, потому что для меня они сливаются с тональной основой на лице. И такое ощущение, что я замазала губы тональной основой и забыла накрасить. Поэтому такими оттенками я не пользуюсь. Но если у вас более светлая кожа, то обязательно попробуйте, потому что сам по себе оттенок очень-очень нежный. Как крем-брюле очень нежное. Приятный, мне нравится, как вам. Следующий оттенок, мягкая корица 38745. И очень приятный оттенок. Традиционно сравниваю с предыдущим. Вы видите, насколько он темнее предыдущего оттенка. Этот тоже очень приятный. Мне нравится этот оттенок естественного цвета губ. Ну, по крайней мере, мои губы. У нас же у всех разные свои естественные оттенки. Но вот этот оттенок, это тоже однозначно моя любимка. У меня уже три помады, которые я хочу из этой линейки. Следующий оттенок 38746 пряное какао, а по-английски розовый шоколад. Вот мне кажется, к розовому шоколаду это гораздо ближе, чем к какао. Я вижу вот этот вишневый оттенок в коричневом тоне помады. Вот давайте посмотрим, как ляжет на губы. Это, кстати, первая из всех предыдущих темная помада. И сейчас мы и посмотрим, будет ли она полосить на губах. Достаточно темный оттенок, очень плотный. В одно нанесение ложится на губы идеально. Если еще и вы возьмете контур, то никто не отличит ваши губы от губ, накрашенных любой дорогой помадой. Мне кажется, оттенок очень-очень достойный. Мне помада нравится. Однозначно, линейка заслуживает моего личного восхищения. Насколько она заслуживает вашего восхищения, вы обязательно поделитесь со мной в комментариях. 38747 терпкий бордо. Давайте посмотрим, тоже традиционно сравним с предыдущей помадой. Терпкий бордо чуть светлее, чем предыдущий оттенок. На мой взгляд, он более коричневый. Вот когда они две рядом, то предыдущая помада, она уходит именно в какао. А терпкий бордо, он уходит в коричневый оттенок. Давайте смотреть на губах. Мне очень понравилось, что предыдущий темный оттенок удалился легко, без тинтов, без размазываний. Для меня это большой плюс в помаде. Супер! Отличный темный, насыщенный бордовый оттенок. Вот не прибавить, не отнять. И вообще вся линейка для меня производит впечатление, линейки для таких привередливых клиентов, которые любят светло-красно-коричневый, кирпично-терракотовый оттенок и ищут его везде. Вот здесь можно найти. Вот лично для меня этот оттенок или предыдущий, я вижу, конечно, разницу. Обозревая эти помады и сравнивая их одну с другой. Но когда я буду краситься в макияже, для меня принципиальной разницы нет. А есть девушки, для которых это важно. Чтобы был именно вот этот тон, полутон. И вот здесь настолько продуманы оттенки. Вот прямо в полтона вот эта формула цвета. Меня восхищает, честно. Настолько вот эти переходы тона от одного к другому просто супер. Следующий оттенок 38748 вишневый шоколад. Посмотрите, насколько он темнее предыдущего оттенка. Здесь губы будут прямо сочные, как темная-темная черешня. И если мы посмотрим на английское название, то это черри какао. Вишневое какао. Ну, где-то рядом. У нас даже в кафе какао называют шоколадом иногда. Давайте протестируем. Для любительниц темных черешневых губ. Отмечу, что переводчики, на удивление, дословно перевели английские названия в этот раз. Не выдумывали ничего из головы, а постарались донести нам ту самую суть, которую разработчики вкладывали в эти оттенки. Как вам этот темный оттенок? По-моему, он очень сочный и очень яркий. 38749 сливовое вино. Английское название wine, бургунди. Бургундское вино тоже перевели идеально, на мой взгляд. Спасибо разработчикам, что сделали эти оттенки так легко покрывающими губы, что нанесение занимает у меня считанные секунды. И съемка этого видео идет очень быстро и легко. У меня уже нет эпитетов для оттенков, потому что они настолько минимально отличаются один от другого. Именно сливовый я еще называю такие оттенки виноградными. Вот, смотрите, относительно прошлой помады, как это выглядит. Это прям откровенно коричневая, а это, вы видите, с таким фиолетовым отливом. Ну, именно со сливовым. Очень точное название, на мой взгляд. Как вам помада? Следующий оттенок, глубокий красный, 38750 Deep Red. Этот оттенок назвать красным, алым, маковым никак нельзя. Это именно темно-темно красный. Вау, идеальный красный. Идеальный. Это для вечера. Не вульгарный, не пошлый, не вызывающий, не яркий. Это красный для утонченной, изысканной леди. Когда вы в маленьком черном платье и в красной помаде, но эта красная помада, она не призывная, а именно дополняющая ваш элегантный образ. У меня такие ассоциации вызывают этот оттенок. Следующий оттенок, 38751, клюквенный красный, cranberry red. И опять переводчики точно перевели название. Что с ними случилось? На мой взгляд, практически не отличается от предыдущего. Чуть-чуть светлее. Это не те красные, яркие, летние, сочные, к которым мы привыкли. Это глубокие, изысканные, элегантные оттенки. Для такой экономичной серии, такая палитра оттенков, для меня это просто что-то невероятное. Нету каких-то инстаграмно-гламурных. Все такое очень нежное и очень элегантное. Ну, линейка еще большая. Может быть, впереди нас ждут эти гламурные розовые цвета. Посмотрим. Тот же сам оттенок, как и предыдущий, только как будто бы чуть-чуть осветленный. Знаете, вот как в фотошопе берешь осветление кисти и проводишь. Вот на мой взгляд, вот очень похож сам оттенок. Просто в него добавлено чуточку светлого пигмента. Но это для тех, кто хочет чуть светлее. Кстати, клюква. Да, да, это оттенок именно клюква. Едите клюква, знаете, как она выглядит. Вот это тот самый оттенок. Ну вот, мы перебираемся к более ярким оттенкам. 38752. Алый мак. Руби ред. Вот посмотрите, насколько он более яркий, чем предыдущий оттенок. Более светлый, более яркий, летний и насыщенный. Так что любители ярких оттенков вас тоже в этой линейке ждут приятные сюрпризы. Цвет пионерского галстука. Куда же без него? О, идеальный алый, маковый оттенок для всех любителей вот таких вот эффектных, ярких губ. 38753. Красный коралл. Коралл ред. Опять точный перевод. Давайте сравним с предыдущим оттенком. И мы видим, что вот этот коралл ред, он более оранжевый. Этот оттенок предыдущий именно более алый. Очень точное описание цветов. Очень. Ни в одной, даже в люксовой предыдущей линейке я не встретила такого точного описания оттенков. Посмотрите, что оттенок именно коралловый, но он не приглушенный, не нежный, а именно яркий. Знаете, мои эпитеты закончились уже на этом оттенке, и я не могу назвать оттенок лучше, чем назвали его разработчики. Можно было бы назвать этот оттенок морковкой, но я знаю, что впереди меня ждет оранжевый. И сейчас мы его тоже протестируем. 38754 яркий оранжевый, оранж коралл, оранжевый коралловый. Вот смотрите, это предыдущий коралловый, а это оранжевый коралловый. Вот это и есть морковка. Давайте посмотрим на губах. Я вижу этот оттенок либо под цвет купальника и летнего пляжного сарафана, очень-очень ярко оранжевого. Либо под цветной макияж, когда синие, зеленые оттенки есть в макияже глаз, и весь макияж переливается разными цветами. В обычном стандартном макияже я этот оттенок не вижу. Может быть, у вас будут какие-то версии на эту тему? Делитесь в комментариях. 38755 спелый абрикос. Английское название абрикосовый коралловый. Вот так вот, три оттенка коралловых на любой вкус. Вот этот коралловый, тот самый нежный, о котором я вам только что рассказывала. Вот этот коралловый для любителей нежно-коралловых губ. Давайте посмотрим, как он выглядит. Честно говоря, такая же морковка. Большой разницы с предыдущим оттенком я вообще не вижу. Может быть, чуть светлее губы. Это не нежный абрикосовый. Это именно спелый абрикосовый, как он и называется, для ярких светло-морковных губ. Давайте уже называть морковку морковкой. Может быть, помада так будет лучше продаваться. 38756 пыльно-розовый Rose Pink. Розовая роза. Не вижу смысла сравнивать его с предыдущим оттенком, потому что это совсем другая цветовая гамма. Вот и начались те самые розовые инстаграмные оттенки. Этот, я так подозреваю, самый нежный. Честно скажу, первые два нюдовых мне понравились гораздо больше. Этот оттенок, он ведь тоже с претензией на нюдовые, но он явно розовый. Такой кукольно-розовый. Но, я так подозреваю, следующий розовый будут еще более кукольные. Давайте смотреть дальше. Следующий оттенок 38757 холодный розовый. Смотрите, разница совершенно небольшая. Действительно, предыдущий оттенок, он более теплый. Чуть-чуть более теплый, а этот чуть более холодный. Я предполагаю, что на губах он будет еще более ярким розовым. Аккуратнее с этими оттенками, если у вас загорелая кожа. Мне кажется, что губы с такой помадой на загорелом лице будут жить вообще своей жизнью. Потому что очень яркие, своей именно бледной розовинкой вот этой. Как вам оттенок? Это точно не мой оттенок. Он слишком кукольный для меня. Мне кажется, немного неестественный. Но вполне вероятно, блондинкам ярким такой оттенок подойдет. И подчеркнет голубые глаза, например. Ну, просто это не мой оттенок. А вот и он 38758. Неоновый розовый. Инстаграмный оттенок. Для выразительных, накачанных. Вот для меня, у меня тут такие ассоциации губ. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на моих губах. Не накачанных. Объявляю в комментариях флешмоб на самый креативный комментарий, где можно использовать этот оттенок. Потому что я сейчас не могу подобрать ситуацию, в которой я могла бы накрасить губы такой помадой. Но респект огромный разработчикам, что они включили этот оттенок в линейку. Потому что я точно знаю, что на него тоже найдутся свои почитатели. И он им будет идти. И будет смотреться на них шикарно. Просто это тоже не мой оттенок. Может, он будет светиться на дискотеке? Посмотрите, после предыдущего оттенка остался тинт. От темных оттенков не оставалось. А вот от розового, неонового губы прямо резко порозовели. Тинт, который не стирается. Поэтому, если хотите вот такие насыщенные розовые губы, чуть-чуть блеска на этот тинт. И, в принципе, можно даже не красить помадой. Давайте переходим к следующему оттенку, который называется насыщенный розовый. 38759. Этот розовый, конечно, более сдержанный, чем предыдущий. И, мне кажется, достаточно благородный. Ну, посмотрим, как сейчас он заиграет на губах. Тоже мне кажется, что оттенок достаточно кукольный. Вот в стике выглядит более благородно, чем на губах. На губах прямо вот розовые кукольные губы. Как вам оттенок? Что скажете? 38760. Розовый пион. На этом наши 50 оттенков розового не заканчиваются. И, действительно, прошлый более розовый, а этот более цветочный. Надо же, вот назвали пионом, подчеркнули цветочность этого оттенка. Мне кажется, что тоже на губах будет очень сочным. Давайте посмотрим. Цветочный летний оттенок. Одно слово пион. Яркий, выразительный. Под летнее платье, усыпанное цветочками. Хотя под джинсы тоже подойдет с белой майкой. 38761. Яркая фуксия. Фуксия и яркая. Если фуксия бывает более темная, то ее разработчики называют орхидеи. А это именно яркая фуксия для любителей подобных оттенков. 38775. Сиреневый клевер. На всякий случай сравниваю с фуксией предыдущей, но это именно сиреневый оттенок. Когда-то давно, уже не помню название коллекции, была такая сиреневая помада, и многие ее искали. Я видела в социальных сетях. Давайте я накрашиваю, посмотрите, она это или нет. Мне эта помада напоминает мои школьные годы. Дискотеки в восьмом классе. Помады Дзинтерс были такие. Кто помнит? Если помнишь помаду Дзинтерс, ставь лайк под этим видео. Клеверный сиреневый оттенок. Да, это именно оттенок сирени. 38776. Теплый ореховый. Роуз тауп. Розовый тауповый или тауповая роза. Очень красивый оттенок. А я-то думаю, почему он мне сразу понравился. Потому что это тауп. Розовый тауп для губ. Это интересно. Давайте посмотрим. На мой взгляд, отличный цвет для макияжа в естественных оттенках. Когда у вас все гармонично. Ну и, конечно же, подойдет девушкам, в цветотипе которых преобладают теплые оттенки. Подчеркнет естественную красоту. Мне нравится этот оттенок. Неужели я закажу себе 4 помады из этой коллекции? И это еще мы не досмотрели коллекцию до конца. 38777. Сахарный виноград. И английское название тоже grey purple. То есть виноградный, пурпурный. Насколько мои знания английского позволяют перевести. Очень похож на этот оттенок. Только с розовинкой. Тоже вау цвет. Ну, для меня. Мне такие оттенки очень нравятся. Давайте нанесем. Девочки, розовый тауп. Вау. Оттенок просто супер. Мне очень нравится. Такой нежный, ягодный. Знаете, похож на ягодный из коллекции Master Creation. Ягодно-бежево-шоколадный. Цвета молочного шоколада. Ягодно. Не знаю, у меня масса эпитета возникает относительно этого оттенка. Только потому, что он мне очень-очень нравится. Посмотрите, правда же красота. 38778 пыльный лиловый. Можно назвать его также пыльным розовым. Потому что это очень-очень нежный оттенок. Я не вижу здесь особо лилового. Мне кажется, что это тоже такой розовый тауп. Светлый, нежный оттенок. Для тех, кто любит смоки макияж глаз и нюдовые холодные губы. Очень-очень нежный и припыленный. Красивый оттенок. Мне очень он нравится. Но буду ли я использовать его в макияже, я еще подумаю. Оттенок шикарный на самом деле. Как вам? И вот мы добрались с вами до самого последнего оттенка коллекции. 38779 пурпурная орхидея. Вот она орхидея. Помните, как я вам и говорила, если это темная фуксия, то это, по мнению Арифлейм, будет орхидея. Темный, но в то же время яркий и насыщенный оттенок. У этого оттенка есть цвет. Это самое главное в темном оттенке. Потому что губы не должны быть темные сами по себе. Они должны обязательно играть. Они должны обязательно нести в себе цвет. Нести в себе какой-то посыл. Вот так вот на 25-м оттенке. Давайте подытожим. Нанесение отличное. Не полосит. Очень плотное. Кремовое. При этом не сушит губы. Тинт практически все оттенки не оставляет на губах. То есть она удаляется совсем без последствий. Судя по плотному покрытию, на мой взгляд, должна носиться хорошо. Должна быть достаточно стойкой. Оттенки это выше всяких похвал. Это действительно палитра, которые подошли с душой, с сердцем и с теплотой. Вот от меня огромная благодарность разработчикам этой линейки. Потому что они подарили мне лично сейчас действительно праздник цвета. А еще и умножить это на прекрасное качество помады. 25 оттенков. И мои губы себя нормально чувствуют. Сколько раз я нанесла и стерла помаду. Но прекрасное ощущение. Каждый раз следующий тон ухаживал снова за моими губами. И успокаивал их даже после предыдущего стирания ватным диском. Что подобрали себе вы? Стандартный вопрос. Я себе выбрала 4-5 оттенков. Я бы выбрала и красные оттенки. Просто у меня есть любимые красные помады. Поэтому я никогда на них не смотрю. Но меня потряс просто нюд в начале. Меня потрясли некоторые вот эти талповые какао кофейные оттенки. Отличная линейка. Вот я ставлю 5 баллов. Я, вы знаете, очень критик такой острый. И придираюсь к продуктам, к линейкам, к новинкам. Но здесь меня действительно все устроило. А если вам был интересен и полезен этот обзор, то ставьте под ним лайк. Обязательно жду ваши комментарии, ваши впечатления от новой линейки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Арифлей вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео самыми первыми. Пока-пока!